Верочка, чтобы твои зубки никогда не болели, их нужно правильно чистить. Чистить два раза в день, утром после завтрака, вечером после ужина. Классик русской литературы завещал береть честь с молодым. Стоматологи же призывают заботиться о зубах. Елена Заричина объясняет своей маленькой пациентке о пользе постоянного ухода за молочными и коренными. Сегодня детский зубной врач провела, говоря медицинским языком, профессиональную гигиену полости рта. Процедура необходимая, говорит Елена Заричина, помогает предотвратить кариес. Сначала убирается мягкий либо твердый зубной налет у ребенка во рту. Затем при помощи зубной нити убираются остатки пищи между зубов. Специальной резиночкой мы полируем зубки, чтобы сделать поверхность гладкой. Потому что чем лучше, чем более гладкая поверхность, тем меньше на нее оседают различные остатки пищи. В детстве, признается стоматолог, сама до боли в зубах боялась людей в белых халатах. А бор машиной вовсе наводила ни с чем не сравнимый ужас. Сегодня, рассказывает Елена Заричина, отношение к стоматологическому кабинету у детей изменилось. Как-никак, а к каждому пациенту в частной медицине относятся с трепетом. Бывает по-разному, но в основном стараемся находить общие языки с детьми и лечим их. Лечат пациентов, рассказывают сотрудники клиники, в основном заграничными препаратами. Это и специальное обезболивающее для детей, и современное стоматологическое оборудование. В основном из Германии и Чехии. Изменились даже пломбы. Если раньше были цементы, то сейчас современные, и даже есть цветные, красивые пломбы. Дети очень радуются, им нравится. Начальство Ирину Заричную ценит. Детского зубного врача относят к самым ценным сотрудникам клиники. Огромный опыт работы, почти 15 лет. А также награды на престижных конкурсах. В конце прошлого года Ирина удостоилась серебряной медали на региональном конкурсе профмастерства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А first of us, я opposition к вам. М Protokiertите оперативных конкурсах.